Стать инженером, проектировать ландшафт или выучиться на архитектора. Список специальностей строительной отрасли широк, но желающих сделать выборы в их пользу с каждым годом все меньше. Дефицит кадров ощущается очень остро на всех уровнях, начиная с рабочих специальностей и заканчивая высококлассными инженерами. Главная причина кадрового голода – это отсутствие взаимодействия с подрастающим поколением в предыдущие десятилетия. Успешными и престижными считались далекие от строительства специальности. Сегодня приходится наверстывать упущенное. Показать молодежи, что строительство – это не только пробетонные кирпичи. Задача номер один для форума молодой специалист, строитель будущего. В защитной маске с горелкой в руке. Почти как настоящий сварщик. Георгий Люстернов попробовал себя в новой роли. Строить и конструировать он любит с детства. А из наук предпочитает только точные. С профессией девятиклассник уже определился – будет строителем. В этом уверена и Зарина Тимиргалиева. Студентка уже на втором курсе техникума. Для обучения выбрала направление водоснабжения и водоотведения. С бытующим мнением, что женщине на стройке и в строительстве не место, не согласна. Признается, главное – владеть профессиональными качествами. Мастер-классы, семинары, интерактивные игры. Программа форума была разнообразной. Студенты Одинцовского техникума учили школьников паять трубы и изготавливать фитинги. Помимо множества строительных специальностей, на форуме представлены и новые инновационные технологии. Робот – собака. Умеет выполнять команды и даже танцевать. А еще его не надо выгуливать. А еще Борис. Именно так зовут Четвероногова. Отличный компаньон на стройплощадке. Проводит измерения и следит за безопасностью. Он оснащен датчиками и камерой видеонаблюдения. Выявить дефект на строящемся объекте для него не составит труда. Знает он и основы геодезии. С помощью лазера создает цифровые 3D-модели окружающего пространства.